Всем привет, я Даша. Это прочитанное за прошедший месяц. Напоминаю, на дворе был уже минул октябрь 2021. И, как вы помните, в сентябре я начала читать цикл Кристель Дабо или Даба. Прошу прощения за неправильное ударение. Сквозь зеркала я начала с первой части обручения холодом. И в этом месяце я закончила полностью весь цикл. Это Тайны Полиса, Память Вавилона и Границы Миров. И, как мне показалось, каждая последующая часть была слабее своей предшественницы. Если первая книга открывала дверь в таинственные какие-то миры, то вторая — это какой-то детектив, по большей части. И последующая тоже с претензией на это. И с каждой последующей частью герои становились все слабее и слабее. И если, допустим, главный герой еще в первой части, находила место для удивления, но там были и доводы, почему она себя все-таки так ведет, то в последующих частях эти доводы все слабели и слабели, а героиня все больше и больше расстраивала. Причем и главный герой тоже сначала своей вот этой вот холодностью, отстраненностью. Как-то вот была загадка в этом. Это была его изюминка. Но потом, когда, казалось бы, появились поводы вести себя потеплее, он вел себя еще устраненнее, еще холоднее, его еще меньше становилось. Хотя он тут, как мне кажется, самая такая приманочка в этом цикле. И даже шарф, тут есть такой шарф, он обладает собственным характером, который тоже был потрясающий, чуть было не взялось вязать тоже какой-нибудь шарф, хотя у меня уже есть несколько мною связанных. Ну, даже от него писательница все-таки избавилась, можно так сказать. Поэтому весь цикл я бы не оценила на самую высшую оценку, но вот та первая часть, самая приятная. Давненько я облизывалась на книгу Радищева «Путешествие с Петербурга в Москву». И, наконец-то, мои ручки шаловливые до нее добрались. О чем речь? Радищев жил в эпоху Екатерины Второй. И именно за эту книгу его чуть было не казнили, но, в конце концов, императрица заменила на ссылку. Так вот, почему? Да ничего особенного. Просто в ней Радищев описывал те несправедливые случаи, которые посредили с людьми, и которые он наблюдал во время своего путешествия. И много размышлял по поводу крепостных, крестьян, того, как это все несправедливо, с ними обходится. И, видимо, вот Катя немножечко обиделась. Ну, это я так шутлива, шутлива на таком тоне об этом. Очень много сноски там, очень информативные, подробные. Мне припомравилось, я выписала до кучи. Вспомнила юность. Я любила всегда исторические книги. И я решила перечитать у Хаггарда. Элик Светлооки. Это, знаете, такая повесть в духе скандинавских саг, где прекрасный, абсолютно юноша, главный герой. К нему две девушки, тоже красивые, питают особые романтические чувства. Одна злющая, но красивая. А нугая доблющая и тоже красивая. И вот, конечно, он отдает прочтение только одной из них. Другая исходит желчью от зависти, строит всякие козни. К чему это все приводит, можно здесь прочитать. Так что, если вам нравится что-то такое скандинавское, то прошу любить и жаловать. Ну, я продолжала вспоминать детство. И мой самый любимый сборник сказок за всю мою жизнь, который я, и будучи, став взрослой тетенькой, продолжаю перечитывать. «Седьмая принцесса» Эленор Фарджин. Здесь эти сказки, они вам покажутся знакомыми. Здесь такое много а-ля притчи библейские, какие-то переклички с другими сказками. Но это вообще никак воспринимается как плагиат. Скорее наоборот, это такой особенно совершенно стиль писательницы. Исключительно добрый. Невероятно светлый. Вот если вашей душе нравится, хочется что-то такое, ну, вот просто отдохнуть от угрюмости мира, отвлечься на что-то такое, что не будет вашей душе печалить ее, огорчать. Хочется просто погрузиться в мир чего-то розового, светлого, оптимистичного, доброго. Вот, пожалуйста, самое лучшее место, чтобы отдохнуть в вашей душе. Ну и заканчивает наше сегодняшнее с вами видео цикл Филиппа Грегори. Цикл посвящен на пухите дуров. Первое там, ну, собственно, три книги. Дали три женщины из этого рода. Первая посвящена одной из дуров, вхожей в этот род через бракосочетание. Второе Маргарите Чудор, родной сестре печально известного Генриха VIII. И третья посвящена тем самым Анне и Марии Болейн, которые были фаворитками при дворе одного печально известного короля, чтобы его... И все три книги, пожалуй, замечательные. Но, как мне показалось, если ведется Лафлибу, я чуть ли не единственная такая. Третья книга самая слабая, на мой взгляд. Первое потрясающее тем, что там вроде как повествование ведется третьего лица, но иногда переключается режим от первого лица, от лица самой главной героини. И в этом особенная изюминка в том, что мы видим то объективную картинку мира, то воспринимает происходящее сама героиня, вот эта девушка. Это эпоха Возрождения, XVI век, XV, XVI. Я вам не скажу имя этой главной героини. На родине она известна как Каталина. Но мы ее знаем по другим именям, по другим прозвищам. Автор так вкусно подбирается к тому, кто она такая, что я ее вам, пожалуй, не стану говорить откровенно, открытым прямым текстом. Почитайте и догадайтесь сами. Вторая книга потрясающая. И меня очень удивило, что мы привыкли, главные герои, они всегда положительные персонажи, не правда ли? А здесь она как-то вот отталкивает от себя. Ее имя мелькало еще в первой книге, и отталкивала она еще тогда, хотя была совсем девочкой. И здесь продолжает отталкивать все больше и больше. Но книга от этого не становится хуже, наоборот. Вот события до такой степени любопытные, невозможно просто оторваться. Я чуть ли не на ходу читала. Вот просто вот, ну это не передать словами. Ну и третья книга. Ее девиз звучит так. Инструкция сутенера, двоеточие. Как соблазнить короля. Семья Болейн, они подходят к своей дочери и говорят. Он там, видишь, чел стоит, это король. Подойди к нему, ляг, раздвинь ноги и чуть-чуть пошевели, чтобы ему там поинтереснее стало. И так всю книгу. Ну и еще всю книгу, какая она мерзотная. И, ну я прошу прощения за такую характеристику, но она, правда, там далеко не цветает. И вот о соперничестве сестер. И, то есть, ну вот особо событий нет. Просто вот, если вы знаете историю, знаком с судьбой Анны Болейн, то, если честно, я бы больше почитала финальную стадию ее судьбы. Это король раз больше вызывает интерес, чем инструкция, в какое место поцеловать короля. Вот, правда. А вот если вам хочется почитать что-то действительно любопытное по соблазнению повелителя, то лучше уж прочитать и Феодору, кажется, автор Полу Уэллман. Там гораздо интереснее и вкуснее. Если вы хотите научиться флирту с мужчиной, если у вас еще нет в этом опыта, то там гораздо больше информации на эту тему, чем тут. И она все-таки носит больше романтичный характер. А здесь проституточный. Вот такое получалось видео. Почему-то короткое. Я сегодня немногословно. Пока-пока и до скорых книг.